Метрополит Иоанн января 1877 года, Дмитров, Московская губерния, 29 марта 1968 года, село Святошно, Киевская область, СССР, епископ Русской Православной Церкви, с февраля 1944 года, митрополит Киевский Иголицкий, патриарший экзарх всея Украины, постоянный член Священного Синода Московского Патриархата. Биография родился в семье Диакона, который умер за 4 месяца до его рождения, 10 лет лишился и матери, учился в духовном училище Перервинского монастыря, затем поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1897 году, был определен старшим учителем в духовной школе при Угрежском монастыре. В 1901 году женился и был рукоположен в Аирее, преподавал закон Божий в гимназиях. В 1912 году окончил в 4 года Московский археологический институт и защитил диссертацию об особенностях богослужебных чинов Русской Церкви до 17 века по крюковым и нотным книгам. В 1915 году овдовел, после 1917 года работал в комиссии по охране памятников старины. В 1919 году настоятель храма и благочинной 2-го отделения Никитского 40 Москвы возведен в Сан-Протоирее. В 1928 году принял монашеский постриг. 12 октября того же года Хиротани Санва епископа Орехова-Зуевского векария Московской епархии. С 25 сентября 1929 года епископ Кимрский векарий Калининской епархии. С 17 марта 1931 года епископ Орехова-Зуевский векарий Московской епархии. С 14 мая 1934 года епископ Подольский векарий Московской епархии. С 4 сентября 1934 года епископ Егорьевский векарий Московской епархии. С января по 1 августа 1936 года епископ Волоколамский векарий Московской епархии. С 30 июля 1936 года временно управлял Брянской епархией. С октября 1936 года временно управлял Вологодской епархией, затем был утвержден епископом Вологодским. С 23 мая 1937 года епископ Архангельский, 21 января 1938 года возведен в санархиепископа, в 1938 году был арестован, освобожден при общем пересмотре многих следственных дел после отстранения от руководства НКВД Найжова, вышел на покой по болезни. Поселился как частное лицо у родственников на даче под Москвой. Вместе с патриаршем и стаблюстителем митрополитом Сергием был эвакуирован в Ульяновск, куда прибыл в ночь с 18 на 19 октября 1941 года. На позднее 24 ноября 1941 года назначен архиепископом Ульяновским. С 14 августа 1942 года архиепископ Ярославский Ростовский. С 8 марта 1943 года временно управлял Ивановской ипорхией. 8 сентября 1943 года участвовал в соборе епископов избравшим митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси. 12 февраля 1944 года возведен в Сан-Митрополит и назначен митрополитом Киевским и Галицким экзархом Украины. Священно-архимандрит Киева Печорской лавры до ее закрытия в 1961 году. Патриарх Сергий напутствовал его словами «Не боги горшки обжигают, поезжай, с Божьей помощью справишься». Единственный из всех экзархов Украины, ранее никогда на Украине не служивший. Через экзарх Украины советские власти руководили подчинением православной церковной жизни Украины Московской Патриархии. Под его прикрытием велась также подготовка к воссоединению Украинской греко-католической церкви с Московской Патриархией. 25 февраля 1949 года награжден правом ношения двух панагиевне пределов экзархата. Во время хрущевских гонений в одном Киеве были закрыты два монастыря, духовная семинария около 20 приходских церквей. Престарелый экзарх не мог ничего противопоставить государственной машине. 30 марта 1964 года уволен на покой по болезни. Скончался 29 марта 1968 года. Отпевание совершено 31 марта во Владимирском соборе Киева метрополитом Крутицким и Коломенским пеменом в сослужении метрополита Таллинского Алексия. И некоторых архиереев украинского экзархата находился тогда в Праге на трехвсихристианском мирном конгрессе. Похоронен на Байковом кладбище Киева. Труды об особенностях богослужебных чинов русской церкви до 17 века по крюковым и нотным книгам.